Зовут меня Геннадий, мне полста лет. Из них половина потеряна, можно сказать. Потеряна семья, потерян сын, потеряно все. Под до тюрьмы, короче. Было и там дело у меня. Ну, встретила человека, вот про него уже говорили, тут люди передо мной. Михаил Егорович, это в самом деле святой человек. Таких людей нету. Нет тут и не будет. Нет. Здесь, по крайней мере, в Красноярске, это один, который безвозмездно помогает людям. Выводит не просто там от Бога, помолите, а просто в нем самом внутри есть что-то такое, что помогает вытягивать людей от этой пьянки, от этого курева. Но стоит тоже, конечно, самому еще захотеть, помочь ему, пойти навстречу. Как он говорит, сделайте шаг вперед, и к вам навстречу сделают два шага. Все так оно и есть. Вот такая вот жизнь. С детских лет, сам воспитываясь в детдоме, я видел постоянно целую массу людей, бродяг на вокзалах, на чердаках, на свалках. И с детства зародилась мысль, а настолько ли это люди брошены? Неужели же нельзя какой-то применить метод, чтобы возвратить их к жизни? И вот когда начались уже долго проработа в научно-исследовательском институте, я вынашивал эту мысль. И когда я стал предпринимателем, появились какие-то свободные деньги, значит, когда я мог подключить кафедру микробиологии, биохимии, чтобы как следовать исследовать нашу сибирскую тайгу, пихты, кедры, березы, тогда я увез первых своих питомцев с вокзалов чердаков, значит, в лес, где были созданы бани, где были созданы нормальные человеческие условия, где, значит, применялись вытяжки, чаи таежные. И, значит, я был поражен первому результату. Мои бродяги, они выходили с этого состояния. Я за время своей вот этой работы 153 человека откачал полностью. То есть своими руками, как родного дитё, я его откачиваю, откачиваю. Значит, это сумасшедшая, тяжёлая, можно сказать, страшная работа. Но при желании общества справиться с этой задачей, она абсолютно решаема. То есть нету ни одного человека, которого нельзя было поставить бы на ноги.